Здравствуйте! Меня зовут Азат, и я помогаю своей жене в работе над проектом Индубай. Один раз в месяц я буду рассказывать вам про негативные моменты, которые вас тут ожидают. Итак, сегодня я хочу вам рассказать, как здесь обстоят дела с парикмахерскими. Это оказалось непростая задача, на самом деле, найти здесь нормальную парикмахерскую. Вот мы уже живем тут полгода, и до сих пор я не знаю, где мне стричься. У всех парикмахерских здесь есть такой один интересный нюанс, что мужчин могут стричься только мужчины, а женщин могут стричься только женщины. Поэтому придется мне доверить свою голову в руки либо индуса, либо пакистанца, либо араба, либо агиптянина, либо еще кого угодно, но не русской женщины. Первый раз я здесь стричься осенью в прошлом году. Это было в Альбарше. Я заплатил 20 дирхам за стрижку, и подстригли меня очень плохо. Пришлось ждать, пока волосы вырастут, и чтобы потом их можно было более-менее прилично укладывать. Потом я стричься еще один раз уже в районе GLT. Парикмахерская была довольно хорошая, меня постриг египтянин. Хорошо постриг, но коротко. И пришлось мне выложить 60 дирхам за эту стрижку. Соответственно, цена-качество меня не совсем устроила. И сегодня я хочу попытать счастье в другой парикмахерской. На днях я узнал цену. Мне сказали, что это будет стоить 35 дирхам. Итак, давайте посмотрим, что меня ожидает. Ну все, мы пришли. Пожелайте мне удачи. Пока я жду Азата, мы сделали кофе. А ему сделали чай. Все необычно для парикмахерской. Итак, я закончил. Что меня удивило в этой парикмахерской? Во-первых, то, что предложили чай и кофе. Значит, мне дали чай, а они дали кофе. Там плавают немного волосики. Ну ничего страшного. Пить можно. Еще что удивило, когда я попросил помыть мне голову, мне засунули в уши беруши и мыли голову с берушами. Понравилось. Вода не попадала в уши. Стригли меня довольно долго. Если вам понравилась моя прическа, ставьте лайк. Если вам не понравилось, ставьте дизлайк. Если дизлайков окажется больше, чем лайков, в следующий раз придется мне искать другую парикмахерскую. А если лайков окажется больше, чем дизлайков, то буду встречаться здесь. Всем пока. Увидимся через месяц. Всего хорошего. До свидания.